Привет, Земля! На связи студия подкастов Ред Барн. Это еженедельные новости науки и космоса. Начнем с очередных новостей об исследовании образцов с астероида Рюнгу. Новый анализ почвы, доставленной с астероида, показал, что кроме аминокислот в ней содержатся сложные органические молекулы. Команда профессора университета Хоккайдо Ясухира Обе нашла в образцах урацил, который входит в структуру РНК. Также в грунте обнаружили никотиновую кислоту, то есть витамин В3, который играет важную роль во многих метаболических процессах. В капсуле, прибывшей с Рюгу, содержалось всего около 5,5 граммов грунта, поэтому для исследования пришлось обойтись считанными миллиграммами вещества. Авторы исследования не исключают присутствие других витаминов, которые не удалось заметить из-за малого количества образца. Новая миссия будет заниматься поиском пригодных для жизни планет в системе Альфа-Центавра. В 2019 году представители программы Breakthrough Initiatives объявили о поддержке нового проекта по поиску экзопланет – телескопа для орбитального интерферометрического мониторинга нашего астрономического соседства – Талиман. Концепцию миссии разработала команда из университета Сиднея для поиска потенциально обитаемых экзопланет в системе Альфа-Центавра. Университет уже подписал контракт с компанией EnduroSat на поставку системы доставки имени спутника. Альфа-Центавра – тройная звездная система. В ней есть солнцеподобные звезды Альфа-Центавра-А и Альфа-Центавра-Б, которые наблюдаются невооруженным глазом, как одна звезда. Третий компонент системы – красный карлик Проксима-Центавра. Из-за сложной природы в Альфа-Центавре с трудом можно распознать сигналы, которые могли бы быть результатом работы экзопланет. Концепция Талиман впервые была предложена профессором физики Сиднейского института астрономии Питером Татхиллом и его коллегами в 2018 году. Вместо того, чтобы концентрировать свет в сфокусированной луч, как в обычных телескопах, Талиман использует структуру зеркального зрачка. Она распределяет звездный свет в виде сложного цветочного узора и позволяет проводить точные измерения движения звезды. Сейчас проект находится в стадии разработки. Его запуск на низкую околоземную орбиту запланирован в 2023 году. Напечатанный на 3D-принтере ракета не достигла орбиты из-за отказа двигателя. Как можно было увидеть в прямой трансляции аэрокосмического стартапа Relativity Space, беспилотная ракета Terran-1 стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида. Однако этот полет продлился всего несколько минут. Во время отделения второй ступени, когда ракета направлялась к низкой околоземной орбите, она столкнулась с аномалией. Запуск первой в мире ракеты, напечатанной на 3D-принтере, состоялся с третьей попытки. Первой планировался 8 марта, но в последнюю минуту был отложен из-за проблем с температурой топлива. Вторую попытку 11 марта отменили из-за проблем с давлением топлива. Terran-1 не несла полезной нагрузки во время своего первого полета, но в компании говорят, что ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 1250 килограммов груза. Высота ракеты составляет 33,5 метра, а диаметр 2,2 метра. 85% ее корпуса напечатано на 3D-принтере из металлических сплавов, включая 9 двигателей ION-1, установленных на первой ступени, и один вакуумный двигатель ION, используемый на второй. Цель Relativity Space — создать ракету, которая будет на 95% напечатана в 3D. Компания заявила, что ее аппараты используют в 100 раз меньше деталей, чем традиционные, и могут быть изготовлены всего за 60 дней. В дальнейшем Relativity Space планирует создать многоразовую ракету Terran Air. Обе ее ступени будут возвращены на Землю и снова собраны, чтобы продолжить летать. Так же, как Starship от компании Илона Маска Space X. На Марсе обнаружены идеально круглые дюны. НАСА заметило на красной планете дюны в форме практически идеальных полусфер. И хотя марсианские дюны могут быть самых разных форм и размеров, круглые дюны — явление очень редкое. Ученые из Университета Аризоны, наблюдавшие это явление, отметили небольшую асимметрию полусфер. Их стороны направлены, на юг. Изучив подборку снимков, исследователи определили, что из-за ветров дюны перемещаются по планете. За 687 земных дней, ровно столько длится год на Марсе, они преодолевают расстояние в один метр. Почему дюны имеют именно такую форму, ученым неизвестно. Снимки были получены с помощью камеры HiRISE в рамках программы, которая с 2006 года изучала процесс таяния льдов в северном полушарии Марса. Официально программа завершилась еще в 2010-м, но беспилотник продолжает исследовать планету и присылать изображения. Также в январе этого года HiRISE прислала снимок марсианского ландшафта, напоминающего морду медведя. По всей видимости, он был образован вулканическим отверстием и лавовыми и грязевыми отложениями. Диаметр морды равняется 2 километрам. Далекая галактика проглотила своих соседей и осталась в одиночестве. Используя данные обсерватории Чандра и Джемини, группа астрономов наблюдала одинокую далекую галактику, которая, по-видимому, поглотила всех своих соседей. Исследовательскую группу возглавляла Валентина Миссалия, аспирант-астрофизик Туринского университета. Команда астрономов сообщила о неожиданном открытии одинокой галактики 3С297, расположенной более чем в 9 миллиардах световых лет от нас. Ученые также отметили, что в ее центре находится квазар – ярчайший астрономический объект в видимой Вселенной. И хотя окружающая среда этой галактики обладает ключевыми особенностями скопления галактик, она одинока. Основываясь на данных Чандры, Миссалия и ее коллеги отметили несколько особенностей, связанных со скоплениями галактик. Рентгеновские данные показали, что 3С297 окружена большим количеством высокотемпературного газа. Такое редко можно увидеть за пределами скоплений галактик. Также один из радиосигналов оказался изогнутым. Это указывает на то, что он взаимодействовал со своим окружением. Хотя ученые не исключают возможность существования карликовых галактик вокруг 3С297, их присутствие все равно не объясняет, почему поблизости нет более крупных галактик. Кроме того, астрономы ожидают, что 3С297 проведет несколько миллиардов лет в одиночестве, прежде чем у нее появятся какие-либо крупные соседи. Пока не ясно, как 3С297 оказалась одна в среде, подобной скоплению, но команда ученых считает, что это может быть ископаемая группа. Конечная стадия слияния нескольких галактик. Процесс слияния галактик до сих пор остается загадкой для астрономов, поскольку большая его часть происходила в ранней Вселенной. «Возможно, будет сложно объяснить, как Вселенная смогла создать эту систему всего через 4,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Это не нарушает наших представлений о космологии, но расширяет границы того, как быстро должны были образоваться галактики и галактические скопления», — сказала соавтор исследования Миша Ширмер из Института астрономии Макса Планка. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная Вселенная бесконечна. Субтитры создавал DimaTorzok